друзья всем привет сегодня поговорим еще об одном расширении который позволяет писать prompt на вашем родном языке это расширение называется sd в бывай prompt all-in-one заходите в вэлабу лод пром висковой строке пишите prompt и вот здесь на четвертой позиции sd в буй prompt all-in-one вот это вот расширение нам нужно установить нажимаем install installed appliance restart ui мы можем перейти на страницу разработчика щелкнув по ссылке здесь есть много изображений и видео иллюстрирующих работу приложения давайте познакомимся с этим расширением выглядит оно следующим образом а потом и под негатив пром там у вас появляется дополнительные блоки давайте разберемся кнопочки посмотрим как с этим расширением вообще работать первое что нам нужно будет сделать от нажать на кнопку с глобусом выбираем здесь свой язык здесь достаточно много языков в моем случае это русский после этого все надписи расширения будут переведены на ваш родной язык дальше нажимаю кнопочку с шестереночкой и нажимаем api в первом поле мы можем выбрать сервис для перевода здесь есть очень много бесплатных сервисов есть платные сервисы с платными ключами здесь вот как стояла alibaba я так ничего и не трогал у меня все прекрасно работает если вы выбрали другой сервис то можете нажать тест и проверить как происходит перевод работает ли эта система или нет если все работает нажимаете сохранить в правом поле мы как раз таки будем вводить наш текст на нашем родном языке примеру я вожу слово фея нажимаю enter а сейчас на данный момент пром попала просто слова на русском языке то есть перевода никого не произошло для того чтобы это сейчас все заработало мы должны зайти еще раз в настройки шестеренки и выбрать здесь английский язык и если мы хотим по токенам вот здесь снизу видеть еще и перевод на русском то мы должны выбрать еще вторую эту галочку выбираем и переводим заново нажимаем enter и теперь мы видим перед здесь токен перевелся вот он здесь переведенный и под вот этим токеном у нас есть еще и перевод на нашем родном языке если нам не нужен допустим первый токен можем нажать на крест и удалить его по сути дела нам вот этот панель уже верхняя и нужно мы весь наш prompt видим вот вот и вот часть поэтому здесь предусмотрена функция скрыть вот этой галочкой вообще наш prompt и работать уже вот с таким вот вариантом записи давайте ведем еще какие-нибудь токены допустим в сказочном лесу нажимаем enter запятыми здесь уже можем не ставить просто enter запятые автоматом проставляются если мы сейчас откроем видите запятые автоматом проставляются светлячки бабочки смотрите вот если у нас не перевелось допустим слово светлячки мы можем на него нажать и выбрать н дополнительно если это слово было правильно написано она переведется в любом случае даже не глядя вот сюда в prompt вот здесь мы все равно будем видеть что токен допустим не перевелся если у вас по каким-то причинам снизу тоже не появился перевод подсказки вы можете нажать на вот эту кнопку и он появится если мы здесь наведем на токен то у нас есть еще дополнительные функции мы можем понизить вес повысить вес можем заключить в скобки в двойные скобки убрать скобки поставить квадратные скобки или убрать эти скобки как я говорил если токен не перевелся мы можем нажать принудительно перевести этот токен мы можем нажать скопировать в буфер этот токен и можем этот токен не удалить отключить смотрите мы его отключаем он здесь сереньким становится авто в токенах он пропадает если мы будем экспериментировать мы его потом можем включить чтобы не забыть если мы захватим токен например бабочку мы можем ее перетащить на другое место примеру после феи поставить или наоборот вместить потом обратно давайте сгенерируем посмотрим что получается сгенерированное изображение все токены соответствует тому что мы писали последнего скрытого токена здесь нет но мы всегда его можно включить нажав вот эту вот зеленую галочку теперь если мы сгенерируем этот токен уже появится вот этот токен появился давайте разбираться дальше в настройках у нас еще есть темы если мы нажимаем у нас здесь появляется такое окошечко здесь мы можем выбирать различные настройки и выбрать для себя то что нам больше нравится в моем случае мне понравилось включить вот эти три нижних настройки получается вот такой вот интерфейс по сути дела здесь мы можем скрыть еще верхнее поле пром то и нижнее поле negative prompt интерфейс получается достаточно компактный давайте я сейчас верну все обратно чтобы пока мы изучали все было привычно дальше настройках я уже говорил что автоматический перевод нужно включить галочку по умолчанию она почему-то выключена и автоматически переводить на английский язык тоже нужно включить по умолчанию она была выключена следующий параметр автоматически удаляет пробелы между токенами по умолчанию он включен но вы его можете выключить тогда автоматически пробелы удаляться не будут и последний параметр включает автоматические подсказки как сейчас вы видите под кнопкой если вы уже с интерфейсом познакомились вы можете отключить этот параметр эти подсказки плавать не будут дальше кнопка перевести все ключевые слова на локальный язык если вы забыли допустим включить эти галочки и на вбивали здесь токенов вы можете нажать перевести локальный язык это нижняя часть будет переводиться и перевод на английский язык опять же если вы забыли поставить галочку и на вбивали здесь токенов следующая кнопка копирует буфер обмен весь ваш промп это на тот случай если вы допустим верхний промп скрываете чтобы вам его заново не открывать оттуда не копировать просто С одной кнопкой копируете весь промпт. И для того, чтобы этот промпт удалить, нажимаете удалить все ключевые слова. И промпт также удаляется. В негатив промпте работа абсолютно одинаковая. Все кнопки такие же. И еще здесь есть две замечательных функции. Первая – это история. Если вы сюда войдете, вы можете просмотреть историю промпта, в которую вы набирали. Для любого выбранного вами промпта вы можете ввести имя и нажать «Добавить в избранное». В результате этот промпт запомнится, и он будет у вас находиться в избранном. Дальше вы можете нажать «Удалить промпт из истории», «Скопировать этот промпт» и «Использовать этот промпт». Можете очистить историю. Вся история разделена на четыре вкладки. На первой вкладке «Тексту имидж позитивная подсказка», «Тексту имидж негативная подсказка», «Имидж ту имидж позитивная подсказка» и «Имидж ту имидж негативная подсказка». И вторая кнопка «Избранное». Здесь все ваши промпты, которые вы добавляли в избранное, они также раздельны. Позитивная подсказка, text to image, негативная подсказка, text to image, image to image, позитивная, image to image, негативная. В данный момент у меня вот один сохраненный промпт. Здесь вы этот промпт можете переименовать, удалить его из избранного, скопировать его и применить. Опять же, если вам не нравится работать вот с такими вот токенами, вы их можете просто скрыть и записывать вот через вот это поле уже сюда. А можете наоборот скрыть поле ввода промпта и оставить вот эти токены. И работать уже с ними. Приложение это очень удобное и крайне полезное. До этого я снимал вот такой вот ролик, Promt Translator, пишем промт на русском языке, который работает по вкладке снизу. Чем этот Promt Translator хуже, чем тот, который я показываю сейчас? Во-первых, его нужно каждый раз включать и загружать модель 2 гигабайтную в память. После этого нужно было еще и ждать, пока этот Promt Translator переведет наш промт. И на средненьких процессорах это достаточно большое время, около 10 секунд, потому что переводчик работает прям локально с вашего компьютера. Этот же переводчик работает через онлайн сервис, который мы видели вот здесь. И они работают намного быстрее. Более того, с этим переводчиком вам не нужно каждый раз переводить Prompt. То есть вот в данный момент Prompt уже переведен, и переводчик задействован при генерации уже не будет. Здесь переводчик задействуется только в тот момент, когда я этот токен ввожу. Я его ввел, нажал Enter, он перевелся. После этого момента у меня в Prompt уже находится переведенный токен. А снизу я вижу его перевод на свой родной язык. Ну и второе, этот Prompt Translator хуже чистой загибкости. Здесь я могу управлять каждым токеном, смотреть, как он переводится, могу его корректировать. Могу любой токен вводить вообще на английском языке, если я знаю английское слово. В этом случае он переводиться не будет. Английское слово останется, но у меня еще добавится и русское слово, которое будет подсвечено снизу. Я уж не говорю о функции перетаскивания токенов, я о кнопке избранные, в которой может храниться еще дополнительный набор ваших промптов, в отличие от Styles, которые вы можете помещать уже чисто токены вместо промптов. В общем-то после того, как я добавил вот это расширение All-in-One, расширением Prompt Translator я пользоваться перестал. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВК и Телеграм, там мы выкладываем кучу разных промптов, общаемся и проводим разные конкурсы. А на этом всем удачи, всем хорошей генерации и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok